ПЕСНЯ 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 Продолжаем. Евангелие от Матфея, глава 15, 1-2 стих. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и форисеи и говорят, «Зачем ученики твоих приступают к преданию старца, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Толкование. Хотя книжники и форисеи были во всех местах иудеи, но иерусалимские пользовались больше честью. Они-то особенно были завистливы, как люди более других честолюбивые. Иудеи по древнему преданию имели обычай не есть неумытыми руками. Видя теперь, что ученики нарушают это предание, книжники и форисеи подумали, что они презирают старца. Ну, включайтесь. О чем речь идёт? И как это всё перенести на сегодняшнее время и конкретно к самому себе? Вот тогда Слово Божие будет живо и действенно, оно заговорит. Будет иметь смысл заниматься. А если этого нет, набивается одна голова знания. Монет про православное всё дальше идет. Абсолютно. Это всё про православное. Ну, они говорили-то правильно. Их санэпидемсанкция, Роснадор похвалили бы, они моют. Вот у нас мальчишка тут уехал. Прокурор вызвал его или что-то тут было. Тимошка. Они доехали, сегодня только сейчас вот скинули ему материалы. И прокурор ему дали. Что вот такое, такое, там вот так. А ничего этого нету. Могут отнять ребёнка. Вот у меня нашли они несоответствие. Опасные для жизни. В лагере условия опасные для жизни. А в чём он как-то не говорит. В чём опасные для жизни? Для чьей жизни? Для вашей. Во свете нашего лагеря их жизнь погадная. Она просто срамно говорит, что там у них делается. Он не говорит, но я его расширю и дальше. А в чём речь идёт? Опасно. А ещё что? Ну, прокуратура выносит решение, чтобы детей здесь из лагеря забрать и поместить в больницу. В больницу. А при Хрущёве было так. У нас полин заключённых нету. У нас есть психически ненормальные. И сразу арестовали генерала Петра Григоренко. И пошли, пошли, пошли. Не кипело пишет, он напишет книгу «Институт дураков». Называется так. Я это испытал и знаю, что это такое. Пришло время. Но она рядом. Они не могут ещё закон провести, пока кто-то удерживает. Но уже угрожают больницу и угрожают. Да как только она угрожала больнице. Больница всегда считалась благодеянием. Посетили больных, навестили. Это общество самых больших благодеяний. Сегодня угроза. Почему? Оттуда можешь не выйти. Женщина, имеющая репродуктивный возраст, в который она может значительно родить, прививает особые прививки, она уже никогда не родит. Криком кричит весь интернет. Не давайте прививки детям. Маленьким девочкам прививки делать она никогда, мамой уже не будет. Почему? Волшебники в белых халатах. Психиатрия займёт главное положение при антихжести. Всё будет ликвидировано. Нормальный человек желает правды, желает жить, чтобы был порядок. Антихрис это всё и даст. А кто против? А эти всесветные возмутители, пришли сюда, до Павла говорили. Всесветные возмутители. Вот сегодня то же самое. Олег Нижненький, и как я заканчиваю теологический факультет, религиозный, Илюша Юстинов, подал туда документы. Это я узнал, батюшке сказал, ты позвони ему, чтобы он не хочет. Я сел, попросил Витя на мотоцикле, и поехал, и стал беседовать. А там мама его была, его Виталия-то не было. Но мы там всё записали, где-то. Куда ты идёшь? Ты знаешь, до чего это нет? На весь район ни одного не нужно. Ни одного эксперта по религии нету. На Алтайский край только при губернаторе, Кардене. Они сидят там, что-то, даже никто не знает, что я их знаю на пересчёт всех. И что ты-то будешь делать? Ты пять лет промышленности дашь и что? Ты будешь учить правильную веру, когда это святые отцы есть. Как считать правильно? Меня Мария Ивановна Блатова научила читать. Я знаю как. Он тогда перешёл на другой, политолог. Ну это сразу видно, что. Тут-то ещё путались, а политолог тут прямо сразу видно дураки. Да политик, ну самый умный политик, не можно узнать. Вдруг ночью переворот в Турции. Арестовали 1800 офицеров там и прочее. Политики решают. Франция, благонадёжная страна. Моя друг, человек нанимает рефрижератор. Они празднуют день освобождения Бастилии. И он узнаёт, где больше всего людей. И пошёл молотить. Молотить машину. Это 84 человек сразу задаём насмерть. 54 ребёнка. Трёхдневный травм. Политики знают это? А как он узнает-то? Это никто не знает. Но и политологи-то он должен определять. Вот события сейчас будут развиваться так. На случай века. Капиталистический стройк. Социалистический. Дальше коммунистический. Назад. История не поворачивается. Поворачивается. Был социализм, стал коммунизм. А из коммунизма, наверное, влетели в капитализм. Двороской капитализм. Всё разворовали. Государство рухнуло. Ничего нет. И вот книжники эти, они пытались управлять народом. И особенно много в их числах. Те, которые при патриархии рядом. Которые в Москве. Которые рядом, они ещё слушают. А которые там дальше нет. Там Дворкин. Там придумали сектоведение. А сегодня везде пишут просто. И вот по частям разрывает вот этот Дворкин. Шарлатан. Никакой не профессор. У него ни званий нет. Ничего нет. 20 лет выдавался за профессора. Сектолог. Такой, говорит, должности вообще нет в Советском Союзе. И в России сейчас. Обман. И обман обнаружил. Человек наркоман. Психиатрии, шизоприлист, он посидел. И Израиль с Америкой соединились. Научили. Послали разрушать православие и страну. И 20 лет как паморок нашёл на людей. И везде Иринея, Иринского. Там открывают культы. Они ничего не знают. Подделка сатаны под бит ангелы света. И сейчас началось разоблачение. А сколько они мерзостей вылили на всю истину. Можно создать любой отдел. Миссионерский нельзя создать. Дух Святой тебя может создать. Они этого не знают. Можно создать военный отдел, художественный. Ну ещё что-то там. Менеджеры. Может быть. Продавцов. Дух Святой созидает один отдел. Я пошлю. Я пошлю. Дух придёт. Святой научит. И будете мне свидетелями. Не патриарху, не папе. Мне. И Дух Святой научит. А как научит? О грехе, о правде, о суде. О каком грехе, что не веруют в меня? Грех. Какой грех? Судьи. Судьи сегодня всех можно снимать и судить. Если они не верующие. Ни одного решения правильно вынести не могут. Проходит время. Горховый суд отменяет. Её больше взятка. Уже газеты всё переполнено этим. Оборотни. Оборотни. Как это так? А вот так. Самое завистливое. Господь задал вопрос. Добро ли зло делать? Когда я стерил в субботу. Простой вопрос. Вы не понимаете много. Ну добро и зло. И они молчали. И он, говорит, воздрел с гневом на них. Скорбя об ожесточении сердца. Ну добро и зло. Ребёнок в лагере свободный. Купается, ходит. А мы его вытащим. Мы в больнице его свяжем. Будем держать. Это лучше. Это угрожает прокурор. Я только что получил сведения. Могут взяты. Они всё могут. Как Кумин он говорил. Советская Россия всё может. Доконят коммунистов. Самое худшее. Самое смрадное. Перетащили сюда сейчас. Но Бог ещё не даёт им просторов. Пузатая милиция приезжает. Беременная. Ходит. Рыщит. Опухшие. Он никого не поймает. Не может. Как у него там побежит. С такой брюшень. Он может только поглощать и блудить. Больше не за счёту способностей. Да и блуд-то из него. Труха одна. Вот это книжники. Вот они переместились сюда. Они знали. Знали Конституцию. Закон. И под это всё подгоняли. Они умыты на руками. А что не умыты на руками? Кто это знал? Вы, ну, мы. Его варили сами. Кишки барана, кишки быка заваривали. Я не вижу, Игорь, где барабаш. У него отец этим занимался. Так варил. Так он варил-то с новыми химическими веществами. Оно из-за пашинства и нормальный. А наши дедушка-бабушка, помни, варили. Они прямо в котле варили. Кишки разглядят. Туда соды там ещё пускали. Оно мыло получалось. И вот оно, вот эти вот выльники, вырезали сегодня. Давай. Кровь мою жилу коммунисты забарают. Третий, шестой стих. Он же учитель переносить на наше время. Он же сказал им в ответ. Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитая отца и мать, и злословящий отца или мать смерти да умрёт. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался, то может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашего. Толкование. Фарисеи обвиняли учеников за то, что они приступали заповедь старцев. А Христос обличает их самих в нарушении заповеди Божией. Ибо они учили, что дети ничего не обязаны давать родителям, а должно положить, что имеют в сокровищницу храма. В храме находилась кружка, в которую у усердствующие делали вклады, и которая называлась газа, а сокровище, собиравшееся в ней, раздавалось бедным. Ну какая кружка-то? Примерно такая, как бочка у Андрея Устинова во дворе стоит. Примерно такая кружка была. Написано «Груды, груды». Таким образом фарисеи, внушая детям ничего не давать родителям, а полагать, что могут в казнохранилище храма, учили их говорить отцу или матери так. То, чем ты хочешь воспользоваться от меня, поступило в дар, то есть посвящено Богу. И так книжники делили с детьми имение их, а родители оставались на старости лет без пропитания. Так же поступали и с взаимодавцами. Если кто-нибудь из них давал взаймы деньги, а должник потом оказывался неисправным и не отдавал долга, то говорил взаимодавцу «То, чем я тебе должен, есть карван», то есть дар, посвященный Богу. Таким образом, должник, взявший взаймы деньги, делался должником Божиим, и по неволе отдавал долг, который книжники принимали от него. Так фарисеи-лицемеры поступали и учили детей презирать родителей, и через то нарушали заповедь Божию. Вот так вот разбери, да сегодняшний день. Пойми, как вы сегодня это примените? Надо, чтобы Слово Божие заговорило, и тогда ты запомнишь это. Заговорило. У нас такого нету, да? Ну, у нас здесь нету. А я, ну, потому что вопрос задавали. Вот у меня есть деньги, 100 рублей. Что лучше мне, храм строится, деньги отдать на строительство храма или бедным? Какой ответ? Он говорит, делайте то, о чем спросится на суде Божьем. А храма Бог не спросит. А спросит, накормил или напоил? И кто о домашних не заботится, отрекся от веры и хуже неверного. Вот все здесь, что на первом месте? Вот сегодня наш детский лагерь не пришел к храму. Не пришел. А что лучше, пришел или не пришел? Вопрос, почему не пришел? Дождь, циры, грязные, по какой дороге идут? Это первое. Второе. А чем это время занимались? Молились. Это редкий случай, когда не пришли, никак нельзя. Ну, там маленькие совсем. Да как тогда на первом месте? Ну, вы слышали рассказ? Видите, легенды. Шли на богослужение два человека. И видят, телега застряла, и вытащить он ее не может. Ее надо бакой подваживать, поднимать где-то. Ну, один говорит, ну, я в храм иду, литургию совершать. Я не могу. И пошел дальше. А другой говорит, нет. Пока я молюсь, что телегу дальше засосет, и лошадь выбьется из сил. Он себя визуально скинул, священники оба, и давай его вытаскивать. В народе я там молваю. Ты кто это были? Не знаете? Святитель Христов Никола и Касьян. Так вот, Никола-то разделся, давай помогать. А к Николе, говорит, два раза в году праздную. А Касьян, 29 февраля, и будет только раз в 4 года. Сердце народа, наверное, прилегает все-таки к тому, чтобы ему помогали. И ты это услышал. Да, в виде легенды. В виде легенды. Ну, а то соответствие буквально действительности. Что сделать лучше? Оставить. Ну, в данный момент, вот, ты пошел уже. Все, батюшка, идет служба. Обязательно служба никак нельзя. И вот то время проходит мимо, где у него сорвало крышу Нину бочит. А она одна-доба. Да что ему нужно? Скорее шейком принести, задать крышу? Или скорее идти в храм Канила разжигать? Ну, доказать крышу-то она и есть. А ты дальше смотри, куда все это выглядели. Храм, храм, храм Господний, храм Господний. А зато говорит, камень на камне не останется. У нас тоже был случай. Наводнение, поток тут, с поволок и револок. Багарит вот ужасно. И мы не попали на занятия. Ну, и один брат батюшки жалуется, говорит, ну что же, это вот занятия, и не пришли. И вот как нам выборы, да приходили. А батюшка говорит, так что ж лучше, говорит, просидеть на занятия и дождаться, когда дом понесет по этому потоку? Или, говорит, уж лучше помочь? Некоторые потеряют, я их практически, может быть, один раз видел, а других не раз и на занятия. Мы читаем это, да это я и дома просчитаю. Рассуждения нет, и один ты так и дойдешь. А у тебя дома помолисти в храме, разница нет, в этом передаже сравнивать не приходится. Здесь ангелы поют. Не певцы, а ангелы поют, называется, хор поет. В это время благословение священника, ангелы прислуживают ему. И ты один, ну сравни теперь. Один, когда всех расстреляли, никого нет, ты в пустыне спрятался под корни дерева там, это понятно. Но когда ты просто так решил не ходишь, это уже большая разница. Все святые об этом говорят, да и так понятно. Иначе зачем бы Господь нас объединял, называл церковью. Спроси сейчас, кто чем занимался после благослужения. Вот благослужение прошло, и до часа дня мы не занимались. А сейчас дня собрались. Ну кто хочет поделиться, чем кто занимался сегодня? Обед готовила, бабушек сегодня в гости собирали. Ну вот, да, обед готовила бабушек. Хорошо, еще кто занимался? Видите, а мы пошли 9 человек, и только добровольно. На второй мостик. Еще раз замерить прорыв. Какой там прорыв. Он оказался примерно около 9 метров нужно. И глубиной ниже самого лица озера. Огромный прорыв. Мы взяли с собой мерку 6-метровую. 6-метровую резали на следе, на вашем раздельце где. Иди, вы все вместе, даже девочка маленькая, и та, я пойду. Надели резиновые сапоги. А там, вот первый мостик проходить, но она зашаталась, наш брат, Роман Николаевич, он взял ее на руки и поднес. А ноги-то увязли, и он вместе с ней в воду-то и упал. Ее поддержал. Второй был на встречу, и все это заснято. Какой фильм-то будет интересный? Фильм. Вот как включил его гололога, и пока мы там мерили, дошли, и обратно, и фильм не прекращался все. Дорога, все рассуждали, шли. Вот как мы провели время. Теперь, как туда забросить материал? Я не отстаю от этой идеи. Второй мостик поднять, вернуть к жизни. Это самое глубоководное море тут будет. Посмотрели, откуда брать будут. Там сразу можно окуня заводить. Я здесь рыбачил, примерно, вот такой окунь был. Окуни такие. Карась. А сейчас все в озере проросло везде. Со дна растет камыш уже весь. А когда покроется, вот здесь отомрет, а не будет. Можно сделать? Можно по силам. Больше всего труда отнял южный пруд. Это французский назывался. Я посчитал, в общей сложности пришлось убрать. Осталось там 260 пней. Вообрази. И все надо разделать. Сюжки вынести. Материал сюда. Перевозить. Сколько людей помогало. И Алексей был. И Васю там запрек. И да, где-то никто не выдерживает. Сердце заходит. Испаление. Дым от пилы. И, наконец, ожидали. Для Бога. Для Бога. Мы помолились и пошли. Хорошее рассуждение. И пришли обратно. Сапоги полные. Все, вырежали. Вот где мы были. А Васи чиры наши заботимся. И если удастся, все будут говорить. А почему никто не додумался до этого? Хорошо бы два бульдозера нанять. Но опять. Но если теперь наймем это. Я говорил неделю на полторы. Минимум на три недели. Потому что у нас получается четыре пруда подправлять. Завтра мы будем на Векупаемся. Лагерные. Камагориха называется. Почти уже додумались, как делать. Сверлить там, может быть, арматуру. Бетонировать, поднимать. Даже забутить. Где кора, внизу вода идет. Это забутить, справлять с тем. А там ниже. А отсюда-то снова туда грудить или ведрами таскать. Все выполнимо. При желании, при искреннем стремлении к этому. И вот так и Библия. Ты хочешь, чтобы вода была? Господь говорит, тоже жаждет, иди ко мне и пей. Ты источники воды будешь находить всегда. И в 20 главе, и в 16, и в 1. Везде. И таким вот запрут. Рек живоносный. Море. И человек не пришел. Вот он все говорил, это не услышит. Там этого нет. Он не увидит радость живых глаз. С нами ходили 9 человек. 9. Ребятишки ходили. Первый раз это видели. Все рассказывал, как дороги, как колодец тут был, копал я, когда пас овече. Как проводили вот это у нас. Так жили люди. Непрерывный шел рассказ. Она оживает местность. Новое поколение подрастает. А что было дороже всего? Дороже всего душа человека. Я уже ушел. Я каждый день наказываю. Меня не будет, где что лежит и что брать. Сегодня всю ночь он промаялся, рука не дает шевелиться. У меня левая рука вывернута. Когда меня в КГБ крутили, она у меня 50 лет вот такая вот. Но правая у меня вот. Сочи вчера неизвестно что сделать. Всю ночь места не нахожу. А почему? Сидел за компьютером и уснул. Я обтерся на нее. Проснулся, она недвижимая. Я подумал, капут. Все, думаю, кырдык. Но гляжу, болезнька начала шевелиться. И до утра все думал, ну где я мог, в чем брать. И наконец нашел кто виноват. Володя говорит, я пеку хлеб сегодня. Кто баню будет копить? А кто? Я один. Как Сергей Радоничский говорит, я один свободный. И заливать воду до конца не достает шланг. Наливаю, а велосипеда большая. И заливать, я вот этим пальцем поддерживаю тушку ведра. Вот так сбоку заливаю. И у меня ведро это отразилось только к ночи. А дальше дано. А поменьше нельзя было? Да все можно было. Ну и ленивый берет всегда больше, чтобы не бегать. Ленивый никогда не будет по пол ведра носить. Он всегда полный. Грузчики кирпичи разгружают. Все носят по 3-4, а еврей 2. А я говорю, не ленивый, я лучше 2-3 раза схожу. Ну вот так. Вот сегодня вот. Еврей вручка. А я подумал, что она, наверное, парализовала правую руку. Все, скорее давай наказы добавить, где еще он у нее лежит. Ой, даже трогать не дает. А что? Возраст. И еще не сделать. Вот надо успевать. Что ты возьмешь старость, если билости не посеял? Если дерево кривое, к какому дереву его привяжешь? Пока Сашинец маленький, привязывай его. И каждый день, каждый день у нас разборка в лагере. Вчера, ну, когда закончили, пообедали. Воспитатель говорит, жалоба, жалоба на такого-то, на Егора. Он ударил там что? Тараса. А было такое? Да, было. Вызвал, стоит рядом. Было. И что? А потом повалил его и сел на него. Это было? Было. А что? Так он меня укусил. Так у него выхода нету. Руки, ноги скрутил ему, а он кусаться начал. Укусил его? Да, укусил. Ну, а дальше? А теперь давай сам себе придумай наказание. Что без обеда остался, это определенно. Дальше что? Как будем жить? Русские люди. Мира никакого нет. Я говорю, ты кому добро сделал? Повар сразу выскочил. Да он первый мне на кухне помочь. На каждое. Значит, кого кормить, ты того уничтожаешь. А чем кормить, помогаешь. А кого кормить, ты выходишь сам, съешь все один. Того-то убил уже. И вот каждый день, вот это разборно. Иди разберись. А тебе надо? А там прокурор газет. А там судья. А они сейчас у меня ровно две недели осталось. Второго будет август, запретил лагерь. Они сейчас лютовать будут, как пауты на болоте на нашем. Заедать будут. Так что от вас помощь одна. Ничего не принимать, не передавать и не разговаривать. Не разговаривать. Не здороваться, ничего не отверни, свое дело делать. Иначе они тебя потянут. Не знай-ка сидит дома на печке. А знай-ка с посудом таскают. Слышал? Ну что? Они на нас наткнулись. И они еще не знают, чем это кончится. Они не знают. От них сокрыто. От нас в тумане так выглядит. Господь хранит вас. Приехали в пятницу, уехали ни с чем. Ничего нет. Один человек снимает. Они спрашивают, а он плохонемой? А мы разыграли воскресенье. Они отвечают. Ходили, ходили. Так это самый лагерь? Куда мы попали? Они понять даже не могут. А он только снимает и снимает. Мы это все проиграли, записали. Говорим, вот так будет. Как дети, куда уводить, все обдумано было. Но они-то тоже думают. Пузо-то это еще-то думать будут. Им надо пузо сохранить, чтобы зарплата была. Как Солженистин говорит, сколько не сажают людей, все, штаты раздувать надо. Потому что преступники не все пойманы. Пошел. Гриша, как слово-то, договорила с нами. Седьмой-девятый стих. Лицемеры. Хорошо пророчествовал вас Исаия, говоря, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». Толкование. Словами Исаии показывает, что их отцы в отношении к отцу Его были такими же, каковы они в отношении к Нему. «Ибо будучи лукавы и лукавыми делами, удаляя себя от Бога, они только устами произносили Слово Божие. Так напрасно чтут Бога и почитают себя чтителями Его те, кои бесславят Его делами лукавыми». У меня сегодня один человек спрашивает. Ну, в храме я бываю и читаю. И сам-то не понимаю. А что он в мире-то не понимает? Выходит, я на Сибири. Выходит, что вы тоже заложники системы этой православной. Я хотел бы по-русски эти... Все там дальше читают, церковное это все, а этого нет. Как бы? Дети-то вообще ничего не понимают. Мы их теряем уже сегодня. И батюшка выходит заложник этой системы. Вопросы по существу. Что делать? Не понимают. Если ты думаешь, что понимаешь, ты обманываешь сам себя. По-русски ты понимаешь. Вот прочитали. И по-русски еще и толкование надо в Евангелях. А ты-то много раз считал. А которые считают, мне же это, там, другие книги, там, Ахтои, Триоде. Но там все уже рядом не понимают. Одна же мы собрались у Андрея Федотовича Долгова дома. А они знают нашего такого человека. Знали. Он был. Старообрядец. Поистине настоящий верующий. Круто верующий. И Александр Пивоваров, отец-кандидат богословских наук Московской патриархии. Божий дар проповеди. Настоящий проповедник. Харизма проповедника прямо светится на нем. Я не скажу вам, миссионерский. И вот собрались, у него, и там еще и человек какой-то был. И Троица, День Троицы был. И вот которые там все эти кондаки, ирмасы стали переводить. Я не знаю, больше часа сидели, а одну страницу не могли перевезти. Тот знает, скороблялись. А этот изучал, он знает еще лучше, и перевезти не могут. Не могут. Один за, говорю, тебе тут смотрят, другое, то другое. Даже и же Хирургима не знают. Я говорю, ну ты же Хирургима, это стоять надо, вот это стоять правильно, заучил. На что в этом стоять? Ну, на Хирургима. Где Хирургима? Да среди нас. А ты видел? Да никто их не видел. А как же и же Хирургима? Тайна образующая. Ну ты же слова-то эти слышал? Давайте перевод откроем. Написано, мы, стоящие здесь, прообразуем собой Хирургима. Мы, как Хирургимы, стоим перед Богом. Ты понял? Чего крылья-то опустил? Хирургим. Начинаем летать, вызывать, свят, свят Господь, Собоу. Мы, стоящие здесь. Какие мы должны быть? Как Хирургимы огненные. Вот тогда понятно будет. Даже это не знаю. Я у бабушек, у них, они собрались, Наташи. Три Наташи. И они все в церкви. Ну и там еще одна среди них, я насчитал, все вместе, почти 80 лет у них стаж церковный. А работают в Бажорусском соборе Покровском. Я спрашиваю, что такое Покров? Ни одна не могла объяснить. Наезжают ко мне, я не знаю, здесь не в обеду будет сказано, Валя Шадрина, внучка вот этой вот беленькой. А у нас богослужение было, бывает и по 12 часов стоим. По 12 часов. А один раз было даже 16 часов стояли. Я говорю, вы выходите, да, выходим. Архиерейское служение, освящение там храма, ну они поют. это Аллилуйя это одно А не тянуть действительно он напев хороший приятный ни с места ничего не смеешь я говорю, как храм называется? Рождество, святые святые Богородицы ну объясни праздник да я не знаю, мне некогда нас тут ждут в Барновине вот и все объяснение храм свой объяснить, введение во храм при святые Младычестве нашей Преснодевы Марии Богородицы ну объясняй там Рождество, Рождество ну ты понимаешь когда она родила, сколько ей было? не знаю не полных 15 лет тебе сколько лет? 17 тебе уже трех ребятишек можно кащать на ладони и никто не удивлялся, не говорил а Иосифа, за которого выдали люди там вокруг знали что ты Иосифа мне Иосифа при этом сына спрашивали сколько Иосифу было? везде писали 74 а сегодня пишут 86 девчонка, когда замуж вышла и 14 лет было разница какая? и никто не удивлялся и никто не осуждал сказать за это для нее главное было чтобы был охранник а теперь святой охранник ну я об этом ну ты хотя молитв это знаешь а рисует Богородица держит ну посмотри цыганка не каждая так выглядит хмуро на базаре какое вы ее изображаете вот у вас как-то изображение я видел вот на Сибирске была такая вот молодая и она как-то картину смотрит с другой стороны помнишь? вот это я понимаю подобрали 5508 лет готовился этот сосуд и Бог он брал бы такую старуху и она удивилась мир 80 лет родила 15 лет 15 лет посмотри в ней все и кровь с молоком ну реально картину представь и поэтому тогда ты поймешь почему на нее такие слова были говорены почему она пошла почему она не дождалась родов Иоанна Крестителя это все вопросы и что мы в этом имеем и что из этого получилось вот так 8-й Всеправославный Собор подняли такую бучу к патриархии отказались сейчас в июне должен быть нету Собора на время отложили самый настоящий расход начался патриарху Кемила не поминать он еретик там пошли 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 один за таким епископ и священники и все прекратили а поехал Путин на фон а монахи его окружили и говорят не нужен Собор это татару теление православа видимо он пришел и говорит знаешь брат Кирил не надо пока и брат Кирил я думаю сказал и правильно я тоже не настаиваю он что будет идти против хозяина хозяин это не он сторонник я думаю остановка именно такая была и все говорят ощупительно Владимир Владимирович повлиял на святейшего а святейший сказал ну отложить не отменить а отложить то есть чуть поуде вот тогда и подведем его богословские вопросы решать не будут а уже людям вызвали новый символ веры уже показывают старый лесел от него от старого остается подпитым на стене и новое вывесили символ веры я посмотрел совсем почти не разница но зачем это во святую соборную а то теперь во святую вселенскую но если блумаха взять то разница есть народ этого не понимает а новые люди принимают так и есть я говорю ты все принимаешь да но ты понимаешь ты когда пришел в храм сегодня первый раз ну ночью окно разбили и бросили три кошки дохлые собаку дохлую ты зашел не трожься я пришел они тут лежали они наверное охранялись святыню какую-то ты их уже святые возьмел вчера их не было здесь и собак дохлых а зачем они сегодня я хочу выбросить нельзя я пришел они лежали прямо перед иконой тут свечный говорит он дальше наворачивает у шариков я к примеру говорю у нас такое есть настоятель великий пост крестопоклонная неделя вынесли большое распятие огромное распятие с одной стороны видно стоит мужчина другой женщина и рядом подвинули сразу сосун с деньгами я к настоятельу пошел и от таких пор три года стали почитать из святого да вы что и никогда а как же сейчас я вижу это Богородица стоит Богородица а это кто Иоанн Креститель это Богослов какой Богослов кто Богослова не был казначей это Иуда вы Иуду поставили рядом и все поклоняются привезли серебряный сосуд рука Иоанна Крестителя и там вот так она стоит это Пафамир знак сатанистов как сейчас разыграли это дело сатанистская московская патриархия сатане поклоняется сразу убрали вот такой знак и показывают все масоны артисты все приветствуют другу президента Америки все вот казани резант это знак козла пущеблатые глаза ну и все смотри и увидишь как заговорит это Слово Божие должно это быть без страха и без стыда 10-11 стих и призвав народ сказал им слушайте и разумейте не то что входит в уста оскверняет человека но то что выходит из уст оскверняет человека толкование с фарисеями как неисцелимыми уже не хочет более говорить но с народом а если пища не оскверняет то тем более вкушение ее неумытыми руками ибо только кушать человека оскверняется когда он говорит чего не должно этим Господь указывает на фарисеев осквернявших себя своими завистливыми речами заметь его премудрость он не дает правила вкушать пищу неумытыми руками и не запрещает а научает совсем другому именно не выносить из сердца худых речей но сегодня к лагерям это привязывается они духовно не говорят а что дети погряз кремя освященнице что питались фарисеев самый настоящий они зазоботятся все не только об этом на анализы делали суп у нас взяли кашу взяли на озеро пошли а вот же из нашего возраста на анализы взяли ну хоть все выщеркнуть воды в колодце колодцы не надо только во фляге а во фляге можно чего угодно подсыпать вот они боятся что оскорбляют а то фанесей и приходят искать преступления вы у которых мертвых детишек опять там где-то дети погибли в одном месте в другом третьем лагерь закрыли 354 человека в Ашинске откуда Катя закрыли отключили электричество они стали кормить сухим пайком а сухой пайок это консервы и все где тебе под капельница не Ашинск Абакан а город Абакан Абакан ну да вот так это 300 тысяч человек да еще 34 это не наша цифра как-то именно в этом году громко именно по детским лагерям смертей столько почему ну я думаю в прошлом не было просто да выберено все бог дает я когда сидел и у меня изъяли все я просил отдайте назад вы от этого не разбогатеете конфискованно и ты вдруг слышал рванул еще ногу когда я сидел в тюрьме я говорю так-то сэкономили и я тогда стал говорить ну Господа все высчитано пол Европы глаза запорошили и сейчас они ничего не сделают дети в больницу а хорошо ли после этого сразу думаешь а вот в больнице бесплатное лечение хорошо или это плохо просто для себя взять обучение хорошо это или плохо когда бесплатно было а в больнице тем более вот 5 лет медицина должна как платно быть или бесплатно лечиться да бесплатно кажется сейчас потому что хотят сделать платно а Путин сам сказал нельзя резко поднимать платно нужно поднимать благосостояние народа сначала чтобы они могли платить за это а ты как думаешь меньше обращаться было да если платно во всем мире платно без склада маникей нет все учится лечится много занимается спортом в Америке я видел болеть очень невыгодно вот написал Никодей выздать скорую помощь напишут какие лекарства все 5 тысяч долларов 5 тысяч 30 5 350 тысяч рублей оплатить скорую вызвать не будешь а у нас надо не надо ой что-то плохо обожарился водки блевательно задохнулся скорую помощь надо бабке 85 лет скорую ей дайте чтоб она бессмертная старуха воняла здесь все я опять укол дали опять маленечко обрешалась а там не будешь вызывать умереть дешевле занимайся делом нигде не вечно у нас все ненормально ну скажи вот дочь чтобы вырастить сколько потратили на нее я сегодня говорил немцы написали вас посты таскают таски ребенок сидит на весах веса такие тарелки на цепях как у тядьки были весы а на другой монеты брошенные а тут ребенок сидит на весах сколько стоит и ты ее кормил поил миллиарды долларов ты должен на нее еще и заработать чтоб преданное было и только кто-нибудь заберите ее с удовольствием отдам нигде в мире этого нету даже царь Саул говорит заплатили колым называется колым до богатого колым стоил тому лошадей невесту и она ему принадлежала все дорога домой закрыта она к мамке не побежит ни в Португалии ни в Германии она себе не принадлежит это погибли вот он пришел схватил все илезы что первым делом он его колодцы одарил ревеку дарами дарами она пришла показали невеста стоила очень дорого очень дорого семь лет за одну работала оказалось это еще семь лет добавишь и холод и холод у нее шалаша как будто не было растерзанного я не тебе говорится не давал я платил за него и бог это видел а тут еще у нее одна копейка нет я говорю как это так вообще супер ненормально невеста в рождестве это убыток один то есть в воду бросает деньги а когда за нее платят он знает сколько затратили подсчитал добавил еще и все но вы знаете как старь Саул Ладовидов потребовал 100 края обрезаний а тот разохотился даже 200 принес я объяснял сегодня что такое 100 края обрезаний убить должен и отрезать его и на нитку нанизать и привезти вот чеченец убьет кого он убил его надо уже убегать а он нет подскочил убитым и скорее ухо отрезалось с собой у него на ниточке как грибы сушеные сколько он убил сколько ушей ушей это край обрезаний у них обрезаний это не было он его тут и обрезал смертывался все надо обрезал на ниточку вот какая цена была жизнь это стоило в других странах есть такое день один выходят женихи становятся а невеста выбирает смотрит его обмеряет его а он стоит возьмут или не возьмут его вот в кресле у нас она-то лев толстой пишет нам только кажется что мы женщины выбираем ничего не бывает а она выбирает один послаться на другой она отказывается она выбирает тот который ей нужен и особенно если это подкаблучник она любит властвовать если любит властвовать то она его и берет видит женский характер такой она командовать будет а которая хочет быть как за камерой стеной она и берет такого который зарабатывает характер у него крепкий такой ну и дальше шесть сыновей я пять сыновей Аллаху подарю давай двенадцатый стих когда ученики его приступив сказали ему знаешь ли что фарисеи услышат слово сие соблазнились толкование ученики говорят что фарисеи соблазнились но они и сами смутились это видно из того что петр подходит и спрашивает о стене и так услышав что фарисеи соблазнились иисус говорит дальше тринадцатый четырнадцатый стих он же сказал в ответ всякое растение которое неотесно небесно насадил искоренится оставьте их они слепые возле слепых а если слепой ведет слепого то оба упадут в яму толкование говорит об искоренении преданий старческих и заповедей иудейских а не законом как думают манихеи ибо закон есть насаждение божие а потому христос не говорит чтобы он искоренился корень его то есть сокровенный дух остается а падают только листья то есть видимая буква и мы понимаем закон не по букью слова а по духу научаемся что когда кто добровольно соблазняется и остается безлечимым для того это для того это вредно а нам не приносит вреда слепыми учителями слепых называет их господь для того чтоб отвлечь от них народ но первая фраза на этом предложении вот смотрите никто вопрос не задает а что здесь а ты иногда разговариваешь говорят ну как же так проповедник да у тебя брат пьяница ты можешь его как-то остановить оставьте их господь говорит ну он же тоже человек он должен спастись он такой хороший добрый работяга оставьте их какая причина считай еще раз первоначальность послушайте внимательно он же сказал в ответ всякое растение которое не отец мой небесный насадил и старинится это не его растения я нашел ответ они не прописаны в книге жизни имена не написаны и он не принимает это и не надо на него ни обижаться ничего он не избран у него нет избрания я ему говорю он не верит вот интернет это заочное можно выйти по скайпе разговаривать и видеть друг друга в комнату ну а в общем то это заочное и вот у меня заочное уже сколько людей даже меня потеряете и уже сколько людей было которые пришли из сектантов руководцев там пресвитера дьяконы у них по-своему баптисты пришли и стали православными как Господь открыл я ждал этот момент вот она пишет мы уже решили из интернета уйти и не заходить столько гадостей вдруг на вас натолкнули сейчас не вылазили утром только помолились и скорее смотрели что-то новое каждый день и ни одного куда слова не говорят мы ждем вот этот вопрос у вас был или не был а если был то где его найти ответ был этот вопрос как он избран ему только зернышко только чуть-чуть колокольчик он уже на ногах а этому кислородный баллон на баллон ставь бери не пробудешь он не верит а если нет веры то еще нет у меня вопрос а может ли верующий человек или человек который считает себя верующим оказаться вот тем растением которое не отец небесный насадил если верующий то что если верующий или считает себя верующим или считает себя верующим может оказаться тем растением которые не отец ну вот Павел он ходил в церковь ходил и он был и этим да как его пономарем 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 да сколько добрал он делал сколько бабушек обихаживал да и на сколько не по минуте одного доброго дела не по минуту в святах 18 глава книга как пророка языки Илья всю жизнь творил добро и отступился Бог говорит не по минуту все кончилось а что такое в Новом Завете посланник евреям Павел говорит для таковых нет жертвы за грех которые познали истину и отступили назад нет жертвы за грех но некое страшное ожидание огня я готова пожрать противника по ад по ногам говорит он знаток и нет жертвы за грех если нет где его возьму жертва одна Христос для него нету он скритериум за скритерием не посчитает кроме завета и духа благодарности оскорбляет оскорбляет он начинает смеяться отступать говорить выискивать вот и все а что отступись от него вот не написано в небесах я нашел для себя эту фразу он не прописан там и его нельзя обвинять в этом его там нету он считает эти слова и не принимает он богохульствует ты можешь это одно в черный список занести его чтобы он здесь не был комнату освещи святой водой блин здесь он тебе дом заходил ну как у нас было вот я Роман сейчас еще человек вытворял жнал ходил проповедовал еще кончилось полная потеря абсолютная потеря кинулся бактистом я спрашиваю тещу его ну как он ходит да никуда не ходит теперь нигде ему ничего не надо ничего он рыскает как лютый бешеный волк приходил к нашим знакомым предлагал деньги чтобы когда запустили его вот открыли ключ дали зайти к нам в дом в дом в дом то есть в интернете за то что даже адрес дадите я 45 тысяч даю а если полностью запустите еще 45 дам я жене сказал да врет у него рубля нет он нигде не работает у него нет ничего злоба побудило рассудок совершенно и он не понимает на кого говорит она же написала что вы защищаете монахи вот этот казанский монастырь в Барнауле там дно озера усепана было абортированное трубиками монахи ой 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 трубики во первых плавают они на дне не лежат труп всплывает во вторых они не выходят оттуда не выходят и полицейские тогда было же намеренность сразу мы сделали расследование даже по одному случаю то есть он не понимает совершенно это люди как светило сияли там были по святости жизни а одну из них я знал ухаживали Надежда Васильевна знает Рязанова Александра Тимофеевна 93 года была она до расстрела на Махине я завтра вышла оттуда когда всех расстреляли настоятельностью как они жили весь порядок она все-все рассказала и что интересно была на Иерусалиме когда и рядом где-то недалеко от нее был католический храм и там орган играет на органе так мы как у своей настоятельности отпрашивались чтобы там католикам сбегать послушать какое небесное звучание вон Бах играет там Себастьян Бах там по Евангелию от Матфея Евангелия от Иоанна какая-то настоятельность была отпускала католический храм но никто никуда не ушел просто молительный дух был а как это разве музыка может ну а как Елисею нужно было пророчествовать он сидел ничего нету звал Гуслиста Гуслист начинал играть ну какой-то Виктор Николаевич и тогда находил на него Дух Святой во время тот играет а когда Давид говорит играл Дух Злой отступал от Саула ну написано в откровении написано и слагает Гусли перед глазом уже в вершинстве еще Гусли 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 это гитара это струнный инструмент ты у Лимфа все такое раскроешь в глаза и увидишь чего у нас не хватает у нас хорошо на костре поют есть Духовная музыка играет вон у Галя у Лимфа 93 награды вообрази даже на весь край не наберешь такого 93 награды и сколько там первых мест по классической музыке она думала это или нет нет даже здесь находится чтоб не забыть она в кадре уходит вот так даже там талант но если Бога не знает она лучше бы ей не познать это а если для Бога прославляет это подложенный человек он должен еще там у меня вопрос как можно определить вот христианин ходит в храм верит в Бога как можно определить что он не прописан на небесах конкретно для себя а вот я вот это спрашивал точно сам я говорю будет тема беседы римном 8-9 кто Духа Святого не имеет тот и не Его а он мне говорит это я должен сам узнать или мне кто то скажет что так было ну да ну вот так я однажды говорю тема будет следующей беседы почему я такой вредный а ко мне один подходит брат по-кредитски говорю ну а как я узнаю какой ты вредный я говорю почему про меня какой ты вредный и про себя и говорит так было жёстко ну как не помню а ты меня остановил как я могу узнать Я говорю, ты про себя расскажи, а я про себя. Я конкретно говорю. Этот разговор у нас шел дорогой в шеем месте, и ты так уединился, я говорю, почему я такой вредный? Я, я для себя, а ты для себя возьми. А ты понял, что про меня надо узнавать и сказать, почему я такой вредный? Это у меня в книгах это же, это проповедь есть. Мать, а сколько интересно. Люди, которые не пришли, они ничего этого не услышат. У них нет этого таланта. А так разбирать. Да и один, как он будет разбирать? То есть я его спросил, это он сказал, вот этот сидит рядом. Ну, вот скажешь, да, такой разговор был. Где вы? Лоши как раз в Березнях, это у Душкова. В этом месте ты меня спросил. Мне помнится, Владимир Герезнях, к Душкову подходили. А у нас же был такой случай, ну, ламное какое-то такое небо, паста, коров только прогнали, маленький дождик, язык, моросит. И стоит вот такой вот Ерема, Ереме, печальный. Я говорю, еще ты ждешь. Василису ищу. Понимаешь, это так прозвучало, как будто только я где-то серый волк его сбросил со спины. Он не знает, куда теперь идти, и где же это Василиса-то. Василису ищу. Понимаешь, даже в этом ты должен, ну, увидеть что-то особенное. Такой кадр не составить искусственным. Вот сегодня было. В церкви впервые я видел. Идет богослужение, и из гнезда нас еще начали вылетать. Во-первых, служба, они покинули гнездо. И не знаю, куда карабкаются иконы, а эти их уговаривают. Сколько штук? Четыре. А у нас все по пять. Ну, не знаю. А я начитала пять. Почему? Вот, взрослые. А теперь они сидят в клаве, с кошкой, и все, да, точно, да. Я говорю, грачу, ты или в одну? А на вырубном обречении можно отключить. Ястреба не может от коршуна отключить. Кто? Да вот. Да никто из нас, что ты не бойся, ты не одна такая. Я тоже не могу, Надежда Васильевна. Да я отключаю. Не отключаю. Я знаю, что это. Я смотрю. Я многие названия птицы вообще даже не знаю и не переживаю. У нас в предбаннике, почему говорите, чу-чу-чу-чу-чу. Это не ты, я про леду сказал вас. Это не ты, ты хорошая. Тихо. В предбаннике летают ласточки. Я, наверное, взял, прибил в боколки и вот так вот, полочкой. Они о полочке сели внизу, в предбаннике. Ну-ка, на топин-то. Я сказал мне, не открывайте в предбаннике. Зашел и все. А с улицы не закрывайте, чтобы они не сгорели. И уже два или три года выводятся. А нынче, гляжу, ласточки долетают, нигде нет. Они залетают в баню, и у котла сверху свили внизу, в баню, внутри. Но там же пар. Я вышел, их выговорил, и мы говорим, я закрываюсь за вас, говорит. Вот свили в одной келье, зайти нельзя, пока не выводят. Мы в этой келье и ставим. Я, ласточка тут уводится. Но здесь пришлось мне уже маленькую щель оставить. И они в другое место переместись. Ну тут никак, паримся или там со стены смола утопляется. Но она-то не знала. Она пришла в дыханные дни, когда нас там нет. И как слепили, за мной не ели. И уже ей сон, надо снесли. Вот так. Человек может быть, когда вписан в книгу, а потом ему Бог может быть, как и с тюрьмой жизни. Да. Это у нас первое. Двадцать девять, шанс, дверь, шанс, дверь, шанс, дверь, шанс. Двигай, шанс, открой. Двигай, шанс. Слушай внимательно. На его вопрос отвечает Господь. Моисеев. Моисеев. Да ты еще не знаешь, где исход. Вторая книга. Трестая глава, треставый стих. Слушай, что там написано. Ответ. Одно место только в Библии, где есть ответ. Треставый стих. Напишите задание. Прости грехих, а если нет, то изгладь меня из книги Твоей, которую Ты писал. То есть писал и вычеркни. Вот и все. То есть Бог может писать и вычеркнуть. Мы прочитали. Зачем Он просил то, что невыполнимо? Ни за что не вычеркнет Господь. Он дальше ответит, кто согрешил, кто согрешил. Вот так вот три. Я знаю только три человека, которые так молились. Это Моисей, Павел, готов быть выше после книги жизни народной. И Серафим Саровский. Три. И я понимаю, ни один из них не понимал, о чем говорил. Вот она мне рука себе не дает пошевелить. А вчера-то я хорохорился еще на руку, это брал, поднимал, молотил. И сегодня мне уже ничего не надо. Я и о возрасте подумал, и о бане об этой подумал. А видимо, у бани-то я еще распарил. И на это выгодь-то еще она расслабилась. И она говорит, давай сегодня так, вдруг я не могу места найти. И вот здесь такая же история. Я применял и конкретно. Лопух привязывается. Да. Вопрос можно? Так, с ребятами привязываются. Лопухи у нас есть такие, по размеру вот такие вот. Вот вопрос. Игнатий Ильич, вопрос. А в какой момент записывается душа в книгу жизни? В какой момент вы вычеркнули? Нет, записывается. Записывается? Да. Рождение слышит. Переходишь из царства тьмы в царство света. Ныне время благоприятное. Ныне день спасения. Ныне день спасения. А спасение, когда принял Христа, свою жизнь впустил. И Христос царствует. Родился новый человек. Говорят, пришли. А и ученики говорят, Господи, там лечим людей. Бесы нам повинулись. Он говорит, не радуйтесь этому. А радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах. Радуйтесь. Когда? Когда отдались Христос на служение. Эти ответы, искать она в Библии, они четко, ясно прописаны. А у Моисея когда было? Когда он встретился с Богом? Не знаю, про Моисея сказать не могу. Библия молчит. Я могу только одно сказать, что Моисей любил до чрезвычайности людей. Избранный народ. Они поносили его. Кто тебя избрал? Кто ты такой? И Моисей творил такие дела, которые никто не делал. По-нашему сказали, что это жесточайший, хуже Гитлера был, как Давид. А Бог говорит, кратчайший. То есть, другая шкала измерения. Живьем в ад никто не отправил, только Моисей. И он знал, отойдите от них. Если обыкновенной смертью умрут, то это обыкновенная смерть. Он знал, что они в ад провалятся, жены, дети, все. Ну а хан взял из заклятого. Иисус на веру у него научился. Ну взял. Ну вернули, вернули, ничего подобного. Предать смерти. Вывести за город. Жен, детей, скотину. И побить камнями огромный холм будет. Миллион людей кидает камни. И туда учителя будут приводить детей, показывать, вот Ахан Синзар. Вот он где лежит. Он взял из заклятого. Заклятый, то есть проклятый. Богу нельзя посвящать то, что проклято. И посидеть то, что ему принадлежит. Бог сказал, и ты ответь, слушай, таран твой. Слышит и слушает. Мы всегда говорим это. А дальше не шевелись на молитве. Замри. Послушай. И на сердце он тебе что-то положит. А может быть так. Молиться или не отвечать. Бывает. Я знаю только один случай. Два года. Святой Ифант. У него было так. Он согрешил. И вдруг встал. Бог верил. Это я вчера верил. Это что? Глупость это. Нет никакого Бога. Ахан, я с него буду. И давай кланяйся, молиться. А мысль встучит. Бога нет. Бога нет. Хоть нет, а буду молиться. И через два года проснулся. Вера пришла. Понимаешь, как? Надо помнить, что Божьи пути не наши пути. Дети при крещении записываются в книгу жизни? Теоретически, да. А практически не знаю. Вот об этом говорит Дмитрий Смирнов. Я говорю, 25 лет священник. Крестил их. Но когда обнялся, никого нигде нет. Девочек крестил. Кто они стали? Их только на букву Б называть. Мальчики кем стали? Наркоманами и прочее. Что я делал? Ну хоть деньги взять. И заголок. Самый наглый в мире поп. Самый наглый. Хоть деньги взять. И теперь я стал смотреть. Крестить надо. Я с ним согласен. Прекратить крещение детей. Совершенно. И крести только у тех, которые родители верующие, которые учат, которые доверяются Богу. Вот тогда можно говорить, что будет крестить. Вот так. Добрый раз, зачем ты крестишь? Бабка водитель не хочет. Еще я съехаться буду сидеть. Другого почему? Тихо. Я вам скажу, Бабкин Сападин вышел и проповедует. Так. Братья и сестры, тихо не шевелитесь. Наши родные, сестры, братья устали. Всю ночь молились. Они пришли. Только место идут отдохнуть. Только что глаза сомкнули. А потом как голос пояснил. Что? Нажрали жертвого. Спать пришли сюда. Все старухи, говорю, гробные. Нажрали жирного. Вот так. Никогда не слышь молча нам рассказывал, если уж на то. Жест салтычихи. Если я с хокрой не поддамся, спрячься для того. Слушайте внимательно. Дальше. В 15-20 стих Петр же, отвечая, сказал ему. Изъясни нам притчу сию. Иисус сказал. Неужели вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уста и из сердца исходит. Сие оскорняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, уления. Это оскорняет человека. А есть неумытыми руками не оскорняет человека. Толкование. Петр знал, что закон запрещает употреблять пищу все без разбора. Но боясь сказать Иисусу, твои слова можно есть все. Можно есть все и не оскорняться. Противозаконно и соблазнительно. Показывает вид, что не понимает его и предлагает вопрос. Спаситель обличает учеников и укоряет за неразумие. Или потому, что они соблазнялись. Или потому, что не понимали того, что он сказал. Пища не остается внутри, но выходит. И потому нисколько не оскорняет души человека. Так как не задерживается внутри. Напротив, помыслы рождаются и остаются внутри. А выходя наружу, производят неприличные действия. Не оскорняют ими внутреннего человека. Так блудый помысл, оставаясь в душе, сквернит человека. А переходя в дело, не только оскорняет его. Но и доводит до погибели. Видите, вот так нас спрашивают, как дети крестятся, когда крестятся. Крестить детей я не знаю, это процентное отношение. Но думаю, не больше 10%. А сегодня, так может, 1% только можно крестить. Никакого пользы от этого нет. Все, что они наделают, а потом обращаются к Богу. Уже женится несколько раз или вечера. Все это в стадии крещеного дела. Другое дело, он не знал, не крещеный. Тут просто все. Я услышал, отдался, крестился, омылся, писал книгу жизни. Там все по-другому. Надо один раз тебе эти точки расставить и не мудровать. И согласиться. Вот я не знал о Христе по Евангелию. Почему бы я никто не мог обмануть? Я не человек. Вот сказали бы, ты спасешься. Я молился, тайно молился, посты соблюдал. Я не делал, что люди делают. Я не такой, как прочие. Но я знал, я буду в аду. Это я знал лучше всего на свете. Я буду в аду, буду гореть. Святые в рай есть, я знал. В рай будут те, которые на иконах. А я? Понимаете? До тех пор, пока не услышал о том, что за меня умер Христос. И меня не надо было уговаривать. Только прочитав, и все вошло внутри меня. Все изменилось. Вот первая молитва, я встал, и я на себя как бы вижу. Кто на колени становится, и кто встал на два разных человека. Абсолютно. Мое назначение – это другое на земле. В это время передо мной открыты двери. Я учусь, изучаю. С выходом за границу. Здоровье отлично. И я понял – прах, ничего нет. Я гол и нищий, свеклый народ. Мне это Бог открыл. Почему тебе это не откроют? Ты-то на что надеешься? Я не такого, как проще, а сам потеряешься. Я ни одного, я тебе опять не сказал за всю жизнь. Ни одного. И я знал, что я буду в аду. Кто мне это говорил? Один на поле, пятилетний ребенок. Как помню, отцу нес и дым какой-то, и это что-то горело. И я упал на землю и стал слушать губ растений. Пять лет. Я слезами заливался, несу обед, а стал плачивать. Зачем я родился? Я в огне буду гореть всегда. Пятилетний ребенок. Я крещеный. А я не знаю Бога. Всего ничего. Всего один раз с тобой кто-то побеседовал и сказал, за меня умер Христос. Никто, никогда, нигде. Это как понимать? Значит, ни одного человека не было. Помню, как только у меня день рождения, 10 июля по-новому, день ангела. Она там в конце деревни, вот так пройти, Горишковский пруд, и там бабушки жили. И она знала, как кому считать. А считалось, что в этот день надо прочитать канон ангелу-хранителю, который тебя хранил. И мама спечет большой пирог. А мы ходили только до магазина. Вот где Янчук живет. Ну, может где-то поближе, чуть-чуть маленько сюда. Магазин. Вот это мы знали. А жили где Павел наш. Дача, это уже не наша территория. Это тут мирские жилы. Но она там жила, бабушка, кержачка. И старенькая была, хорошая такая бабка. И я ей пирог этот носил. Мама испечет сходить. Я иду, несу, отдал, повернул назад. Мне легко. Мне хорошо. Я не могу объяснить, почему мне хорошо. А кто-то остановил меня, сказал, ты умрешь, где сегодня будешь? В огне Бога. Меня нельзя было обмануть. Сегодня не знают ничего, Бога не признают. Или признают Бога. Вот кержаки живут рядом. Нет священника. И на что надеются? Обман. Внутри обман души. Как Пушкин говорил. Но я обманывать не трудно. Я сам обманывать себя рад. Вот так. Мне это дано было понять. Я погибший. А раз я это знал, значит, я все время рвался. Выписывал всякие брошюры, атеистические слова из Библии. Какие-то цифры стоят. Что за цифры? Боитощие цифры. Быть. Что понимать? Быть. ПС, Абсалум. Но не знал никто, не сказал. Но эти слова я выписывал, они как бы говели. Где же эти слова? Откуда они взяты? Опять. Удивительно. Кого не спрошу, да брось ты. Тебе это надо. Молодой человек. И вот, наконец, Бог, видя это, дал мне Евангелие. И в это же речи я обратился. Поэтому я другому человеку всегда вопросов. Да когда ты обратился? Ну, скажет, ну, я вот в детство там ходил. Это твое дело. Но только рождение, это разовый акт. Рождение, плодоношение 9 месяцев. А рождение не может 9 месяцев быть. А мироды могут быть преждевременно и могут быть чуть позже, но не могут продолжаться месяцами. А я вот так. А я говорю, какой стих Писания тебя тронул? Какой стих? Он даже не понимает меня. Я занимался языками. Я вот посмотрел, в то время я занимался на 7 языках. Я сразу все книги связал и бросил в подпол. Они мне не нужны. Я найду все это легко и быстро у тех, которые этим занимаются. Я понял, в этом ничего нет, кроме гордыни. Мне это не надо. Ну, гордость. В гордыне я не знал слово это. И Бог открыл. Как понимать? Вот дальше-то там сектанты все, все по-разному. Я сразу второй вопрос. Как правильно понимать? Сижу, я говорю, с котеркой, и сразу подумал, каждая клетка, это каждый горд, каждая секта. И стал двигаться. Если я с вами во все дни до скончания века, я с вами. Значит, он сегодня, вчера, позавчера хрисует. Но с кем, когда их тысячи уже? Значит, надо к первому веку идти, когда она была одна. Когда я нашел, а, вот где. Теперь надо найти это толкование. Я узнал, кто там был. Игнатий Божоносец. Первые века. Надо найти их толкование. Если там Христа не было, Христос, а мальчик, ничего не было. Я поставил самым решительным образом. И Бог мне дал. И дал где? Меня могли не отправить на ремонт корабля из Латвии в Литву, Клайпеда. И я ходил по городу, и сам не знаю, чего я искал. И вдруг, дедушка идет, борода непобритая такая, а они поморские. Поморского согласия. Немеча из пищи. Он меня привел домой. Как сейчас помню, я очень косы любил. А у него девушки, ну, хорошие. Даже сейчас вспомню, скажу, хорошие. Косы. Прямо как у нашей Катерины. А он мне показал блаженного фефилакта. Я забыл. Вот они пройдут мимо, он зовет на обед. Меня нет, он на меня смотрит, как на больного уже. Как это можно? Я конспектирую. Корабль ремонтируют быстро. Ну, нельзя ли потише его ремонтировать? Помню, до 24 главы только написал, и мы уходим оттуда. Теперь я уже знал, что искать. Блаженного фефилакта. И найду только в Новосибирске. Спустя еще два года пройдет, пока я найду. Ну, а теперь-то конспектирую. Все. Откровения знать не знаю. Бог приводит меня к Устиному Александру Ивановичу. Но оно по-церковно-славянски. Я тут же сажусь за церковно-славянский язык. Перевожу полностью его на русский язык. Понимаешь, как все интересно и чудно. И люди вовремя где-то. Мне нужна песня песней. Песня песней трудная. И вдруг я прихожу в немецкое собрание, и они говорят, вот у этой Амелии, у нее есть немка одна. Хорошая, хорошая. У нее дети. Ну, просто хорошая немка. Видно, она прям вся такая, как встретится. И она начала говорить, какая Божья Матерь являлась. И она говорит, книга есть, но в другом городе. И у нее нет начала оторвано. И написано готическим шрифтом, такими буквами. И все-таки достали. Я тоже сел за немецкий язык, возобновил его, перевел книгу на русский язык. То есть у меня такая была жажда. И тут же потом перепечатал. По откровению, который Александр Иванович Штакул, Андрей Кисарик и Падокийский. И к этому толкованию я сознательно пришел. И по ним преподавал. А теперь песня песней собрал отец Геннадий Фас. И отец Геннадий Фас откровение. Теперь-то ясно дело. Теперь простор шире. Он взял там 21 святых отца, а я брал одного. У нас разные грамоты. Я искал. И поэтому... Это Бог так сделал. Отца Геннадия могло не быть. Встречи могло не быть. А я ходил и ходил к баптистам. И наконец обращается Алевтина Пантелеевна. Ее мама. И там ходила Галя, это Катя Девершадзе, грузинка. Тоже обратилась. Мы сказали, вы не уходите у баптистов. Там сидите пока и другим говорите. А Катя Девершадзе узнала фаста. И он когда приехал, они его ко мне привели. Одна ночью вместе. И он стал православным. Мне на них немец. И теперь он кормит меня, а не я его. У Бога настолько все чудно и дивно. Научись это видеть. А он говорит, у меня картина такая. Базу мы ремонтируем. Вы вверху там мажете, там рамы краш. А я, говорит, стою, банку держу в руках. Говорит, а вы красите. У него так в памяти все это осталось. Нас роднила кровь Христа. Другие ничего у него... Я к чему не могу это рассказывать. Я к чему не прихожусь. Все удивительно. Все промыслительно. Все вымерено. Вымерено у Бога. Почему он именно еще не искать у Девершадзе? Почему она раньше к матери не уехала? Значит, отца Геннадия не было бы. И не было бы, что дальше было. И Вильгельм не обратился. И Миши Фаста не было. И Света Петеримова замуж бы не вышла. Понимаешь, сколько за этим идет цепочка какая длинная. И у Бога это все было вымерено. А наша какая заслуга. Мы не сопротивлялись. Мы только молились. Вот какое дело. Я это рассказываю вам не басни. Это реальные люди. С ними можно встретиться. Они все это описали. Все, наверное, Господи. Песня. 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 ПЕСНЯ Господи, благодарим Тебя за сегодняшнее занятие, за это тихое мирное время, за это место, в котором мы живем, за Библию, что у нас есть, за духовных отцов, которые помогают нам растолковывать. Господи, пошли на всем Духа Твоего Святого и на детей на наших благослови, Господи, дай нам умножить таланты, которые Ты дал нам, открыть их, и чтобы наши имена были вписаны в книгу Твою. Тебе за всемечный, Отец Сын, слава, Отец Сын, Сын, Аминь. Спасибо. 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 Сейчас мы идем. Формозами кулинарное. Всё. Проводная. Подъезжаем? Тогда ты ко мне уже завеси. Вместе с этим. А я это отдам يا. Продолжение следует...